Приветствую, дорогая Церковь! Слава Богу, что действительно Он даровал нам такую возможность. И в том числе и благодаря вам, то, что вы жертвовали на это, то, что вы отпускали своих детей, то, что вы молились за нас. Я хочу поделиться несколькими мыслями, которые были на втором дне. Это был муж веры Иев. И что мы знаем про Иева? Ну, на самом деле, если читать первую главу, мы о нем знаем только немного вещей. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иев. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». То есть, в первом стихе, очень кратко, Бог нам показывает такую характеристику Иева. И дальше мы читаем, что в жизни Иева произошло такое интересное событие. Даже не в жизни Иева, а на небесах. С девятого стиха мы слышим такие слова. И отвечал, ну, я буду опускать те моменты, нюансы. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иев? Не ты ли кругом оградил его дом, его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И также в начале мы видим, что Иев был очень богатый человек, что у него было очень много стадов, у него были сыновья, которые каждый день, они могли радоваться со своим отцом, со своими друзьями о том состоянии, которое было у Иева и у его сыновей. И такой звучит вопрос, он звучит на самом деле у каждого из нас. Когда мы видим людей успешных, да, этот вопрос звучит так, этот человек, он не даром ли служит тебе? То есть вопрос звучит так, Бог, ты же его купил, ты же ему дал все, что у него есть, и поэтому он служит тебе. И здесь мы видим, что сатана, он предъявляет такую претензию. Ну, можно, конечно, сказать, что в этой книге мы видим спор Бога с сатаной, но мы понимаем, что Бог, он руководит всем, и Бог допускает эти вещи, и мы понимаем, что Бог, он показывает нам в этой книге, что очень и очень слабо мы видим яркую звезду днем. То есть сейчас, если мы выйдем на улицу, мы можем, ну, мало что мы можем увидеть, да. Самая яркая звезда, которая на небе, кто знает? Солнце, да. Ну, днем ее мы можем увидеть, но другие звезды, которые потусклее, мы их не видим. И их видно только ночью. И Бог, он нам показывает Иова ночью. То есть Бог на самом деле у него отбирает все. Мы видим, что его имущество полностью пострадало. У него не стало детей. У него не стало поддержки. Мы видим, что жена, она призывает его, чтобы он проклял Бога, и чтобы он умер. То есть наложи на себя руки. Ты смотри, порядок вещей какой. Бог тебя не любит. То есть Иов остался без всего. И вот в этой темноте мы видим, как Бог нам показывает Иова. То, что у него внутри. И читая дальше книгу Иова, мы видим, как он страдает, как к нему приходят друзья, как они размышляют о том, что Иов такого натворил. То есть, знаете, бывают такие дни в нашей жизни. Я знаю, что у каждого такие были, что кажется, что все. Все, наш мир, он закончился. Все, у нас нечего больше здесь делать. Нам только остается умереть. Но мы понимаем, что Бог допускает это неспроста. И Он хочет увидеть нашу веру. И также мы понимаем, что мы, наоборот, мы иногда не понимаем, где брать силы. И если читать внимательно книги Иова и задавать вопросы, Иов, откуда ты берешь эти силы? Нам кажется, что все. Ну, вот жил человек, и вот Бог ему дал испытания, и он ни с того ни с сего взял и преодолел их. Но это не так. Итак, если мы проследим книгу Иова, мы понимаем, что у него были некоторые принципы, которым он следовал. И этими принципами он возогревал свою веру. И один из принципов мы читаем также в начале книги. Сейчас, секунду. Когда круг пиршеств, это пятый стих, дней совершался, Иов посылал за ним и освящал их, это про сыновей. И, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, и говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. То есть Иов понимал, что они не безгрешны, и что для них нужно искупление. На сегодняшний день, те времена жертвоприношения, они уже прошли. Сейчас мы понимаем, что мы не можем внести никакую плату, и те жертвы, они были несовершенны. Но Бог, Он предусмотрел совершенную жертву, это Иисуса Христа, который умер за каждого из нас. И в нашей ситуации мы можем полагаться только на вот эту жертву Иисуса Христа. И как Иов тогда верил Богу, и он приносил жертвоприношения, так и сегодня мы можем приходить к кресту Иисуса Христа и понимать, что Он совершил на этом кресте, что Он искупил, и что эта жертва была совершенная. Это был один из первых, это был первый пункт, почему Иов, он преодолел эти испытания. Второй пункт был, это надеяться на милость Божью. Иов, когда потерял все, у него была эта надежда, и он знал, что Бог, Он его не оставит. Иов задавал много вопросов Богу, почему это случилось, но он понимал, что он не находил в себе такого греха, за что он должен понести эти все страдания. Но он думал, что возможно есть такой грех, и он не понимал, как примириться с Богом. И мы уже говорили о примирении Иисусом Христом, мы знаем, что мы примирены Иисусом Христом. И Иов надеялся на милость Божью. Это мы видим в 19 главе, 25 стихов. Иов говорит такие слова. Он говорит своим друзьям, которые пришли к нему утешать его. «Помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плоти мои не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, на вечное время на камни вырезаны были». И здесь он говорит, что бы он написал. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою. Я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. Истаивает сердце мое в груди моей». То есть Иов, он надеется на милость Божью. И такое интересное было замечание. Когда братья, иногда братьями называемые, иногда друзьями Иова, они приходили к Иову. И там очень много таких, мы прослеживаем принципов правильных, которые мы можем придерживаться. И такой момент был, такое высказывание. «Если мы будем слушать друзей Иова, мы узнаем много принципов». То есть мы можем погрузиться в принципы жизни. Мы можем погрузиться полностью в эти схемы, как жить нам, но мы за ними можем потерять Бога. И такая вторая фраза. «Если мы будем слушать Иова, то мы узнаем Бога». То есть Иов, он полностью доверялся Богу, и это доверие, это вера, из нее исходили эти принципы. Ну и такой призыв тоже, да, читать Писание, чтобы увидеть в них Бога. Это один из пунктов. Мы можем действительно читать Писание для того, чтобы искать какие-то принципы. Какие-то принципы Вселенной, не знаю. Я знаю, что много неверующих бизнесменов, они берут принципы библейские, принципы, которые заложил Бог, и они ими пользуются, и они всегда работают. Но они ищут вот эти механизмы. Но Бог нас призывает в Библии искать Бога, искать общение с Богом. И вот такой призыв, да, звучал. И также один из пунктов был, это молитва Иова. Если внимательно читать, там, где он разговаривает со своими друзьями, там бывает до полутора главы, там, где он молится Богу. То есть у Иова были личные отношения с Богом в молитве. Тоже один из принципов, которые были у Иова. И также мы читаем про служение другим людям. Иов, находясь при своем положении, там написано, он сидел у ворот. То есть в Библии есть такой образ. То есть когда человек сидит у ворот, это значит, что он находится где-то при власти. И имея это положение, имея это богатство, он всегда заботился о людях. Так, сейчас, если быстро найду этот текст, я вам прочитаю. 29. Да, вот. Иов, 29 глава, 11 стих. Ухо слышавшее меня ублажало меня, око видевшее восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибающее приходило на меня, и по сердцу вдовы доставлял я радость. Я облегся в правду, и суд мой одевал меня, как мантия увесала. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. То есть, Иов относился очень к своим обязанностям, очень скрупулезно, и он всегда был на стороне помощи. Он помогал людям. Ну, здесь мы понимаем, что он занимал и также место судьи. И он судил всех верно и правильно, и вдов он ублажал, и нищих, и это помощь людям, это служение людям. То есть, мы видим из жизни Иова, что он был к этому подготовлен, к своим испытаниям. То есть, всю свою жизнь он, ну, можно сказать, Бог его готовил к ним. Потому что мы знаем из Нового Завета, что Бог сверхсил не дает. И мы можем себе из этой истории извлечь такую мысль, что верующий человек, который хочет преодолевать все свои жизни, то, что посылает ему Бог, в первую очередь должен стремиться к Богу. Это молитва, это осознание того, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю и пострадал за каждого из нас. Это добрые дела, которые Бог побуждает нас делать. Ну, в принципе, это то, чем я хотел поделиться из одного дня, из семинаров. Давайте помолимся. Те, кто желает, помолитесь, я завершу молитву. Слава Тебе, наш Господь, за то, что Ты благословил нас молодежью быть на этом мероприятии, которым Ты нас вдохновлял и которым Ты нас учил. Слава Тебе за эти примеры, которые Ты также показывал нам, и за Иова. Ты нам показывал, как мы можем действительно преодолевать эти испытания, которые Ты допускаешь в нашей жизни. Слава Тебе за Иисуса Христа, который умер за каждого из нас, и мы имеем эту возможность в этом мире действительно преодолевать эти испытания. Если бы не было этого, то мы не могли бы ничего с этим сделать. Плосви нас все то, что мы получили на этих встречах, действительно откладывать в сердце своем и применять в своей жизни. Слава Тебе. Аминь. Аминь.